Эфир телеканала Россия 24 продолжает вести Ульяновского региона. В студии Ирина Шмыгова. Добрый вечер и коротко о главных темах уходящего дня. Цельнинская баня работать будет. Последний в этом районе храм чистоты приводят в порядок на деньги местных предпринимателей. На каниколах скучно не будет. В Ульяновске стартовал проект «Лето во дворах». Для детей приготовили обширную программу. И фильмы, и песни на Татарском, Мордовском и Чувашском. Чем запомнился фестиваль национальных кинематографий? Расскажем. Итак, Инза преображается. Город вошел в число победителей всероссийского конкурса создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях. На реализацию инзинского проекта Минстрой России направил федеральный грант в размере 50 миллионов рублей. Еще 40 миллионов добавили из регионального бюджета. Улица Тухачевского – самый центр Инзы. Живое и многолюдное место в городе. Здесь находятся авто и железнодорожные вокзалы, ЗАГС, рынок, кинотеатр и объекты бизнеса. Чтобы создать качественную и удобную городскую территорию, в проекте постарались учесть мнение самих инзинцев. Вся улица Тухачевского будет распределена и разбита на определенные зоны, которые, в свою очередь, каждая будет подчеркивать свою изюминку и притягивать внимание определенное количество граждан. Здесь будут и прогулочные зоны, здесь будут и зоны отдыха, и зоны ожидания, зоны парковки, зеленые зоны. Будет прекрасное освещение, то есть будет зона фонтана, который в настоящий момент уже подрядчиками заказан. Сейчас здесь устанавливают бордюры, готовят основания под плитку, прокладывают кабель для устройства освещения и монтируют вазоны. Также готовят основания под архитектурные формы и фонтаны. На данном этапе у нас сейчас проводится укладка брусчатки, то есть на первом этапе она уже практически завершена. На втором этапе мы уже выложили в стопроцентном объеме водоотводной лоток, 50% вложена плитка. Вдоль всей улицы Тухачевского установят водоотводные лотки. И навесы и скамейки будут изготовлены по индивидуальным эскизам, чтобы подчеркнуть уникальность и самобытность индийского края. Также существенное внимание уделят озеленению. В будущем здесь высадят саженцы можжевельника, туи и других декоративных растений. Работы планируют завершить до 1 сентября. В Цельнинском районе удалось сохранить последнюю общественную баню. Как ни странно, но находится она не в райцентре Большой Нагаткино, а в поселке Цельна. Местные власти не стали повторять ошибок соседей и нашли деньги на ремонт дворца чистоты. Как им это удалось, выяснял Эдуард Истомин. Еще недавно судьба Цельнинской бани висела на волоске. Храм чистоты не соответствовал нормам гигиены. Роспотребнадзор выдал предписание. А значит, либо ремонт, либо закрывайтесь. Люди всполошились. Конечно, да, каждую неделю поищаю. Много здесь у нас бабушек, дедушек и молодых людей, которые ходят в баню. У некоторых своей бани нет. Я являюсь тренингом в ФОКе по КУДО. Нам бани необходимы. Нас, во-первых, сплочают, мы большие свои команды. Идем в общественную баню для своего же здоровья, для укрепления духа. Мнение людей стало определяющим. В поселковом бюджете с финансами не густо. Но местные власти обратились к предприятиям и бизнесу. И те помогли. Первым отреагировал сахарный завод. Разве он мог отказать землякам? Выделили денежные средства на замену окон. И мы приняли решение выделить денежные средства на замену стеклопакетов в этой бане. И также людские ресурсы, те наши рабочие, которые осуществляют здесь их ремонт. Деньги на окна выделил также нефтеперерабатывающий завод, а еще фермеры. Средства на стройматериалы выкрали в местной казне. Дело закрутилось-завертелось. За неделю привели в порядок мужское отделение. На очереди женская часть. Но баня по очереди у нас работает. Да, теперь женщина один день, потом мужчины. Потом вот так вот услуги бани мы оказываем. Недавно из строя вышел котел. Его местные власти оперативно заменили. А это еще 100 тысяч рублей из поселковой казны. Из бюджета также датируют банные билеты. Несмотря на расходы, от храма чистоты здесь не отказываются. Сицильна приглашала всех в баню. Рады, пожалуйста, пусть осуществляют подвоз. Приезжайте, будем топить. В месяц здесь смывают грехи больше 200 цельнинцев. Плюс из Большого Нагаткина иногда едут. Баню в райцентре закрыли больше двух лет назад. Пока сельчан посылают за чистотой в Цельну, ее здание тихо рушится. К сожалению, это уже идет. То есть внутрь. Сейчас там и разрушения уже видны. В свое время здесь загубили систему отопления, а тут грянула пандемия. Цены пошли в рост. Ремонтная смета подросла. С 5 миллионов рублей до 9. Глухо и с инвесторами. Это не помешало подать прокуратуре в суд на район. Суд обязал местных чиновников обеспечить людей санитарно-гигиеническими условиями. На исполнение срока решения осталось меньше трех месяцев. Но восстанавливать старую баню, похоже, никто не спешит. Впрочем, как и строить новую. Детский досуг рядом с домом. В Ульяновске стартовал проект «Лето во дворах». Все три месяца каникул с детьми безвозмездно будут заниматься образованием, творчеством и спортом. Причем мероприятия будут проходить буквально в шаговой доступности от жилых домов на 40 площадках города. И самое главное, отдых детей будет под зорким присмотром взрослых. За их безопасность отвечают кураторы и тренеры проекта. Каждый ребенок сможет зайти на любую площадку. И распределены площадки так, чтобы территориальные были доступны для большинства жителей нашего города. Занятия будут проходить в первой половине дня по учреждениям образования, во второй половине дня по культуре и спорту. Таким образом, все сферы задействованы. Мы будем стараться популяризовать больше спорт, прививать детям здоровый образ жизни, вытягивать их из-за компьютеров, из-за телефонов и вытягивать на улице, чтобы они проявляли больше активности. У проекта «Три смены» в каждую из них локации проведения мероприятий во дворах будут меняться. Это позволит за время каникул занятия осчастливить больше 20 тысяч детей. Фильмы и песни на языках малых народов региона. В Ульяновске прошел второй фестиваль национальных кинематографий. Кинопоказы и творческие встречи с деятелями Республик Татарстан, Мордовия и Чувашия прошли в региональном центре и муниципальных образованиях. А в финальном аккорде Гульнар Шарипова. Приветствия и песни на основных языках малых народов Ульяновской области закрывают трехдневную программу фестиваля сразу концертом и кинопоказом. Все на одном из трех государственных языков Республики Мордовия – Эрзианском. Цель этого кинофестиваля – наладить взаимоотношения между национальностями нашего региона и прикоснуться именно к культуре народов через кинематограф. Этот фильм мы снимали, начинали в 2015 году снимать с моим напарником, сценаристом Александром Чеваткиным. Фильм про то, что как хан Баты, идя на Рязань, он останавливался, проходил в Пинденской области, останавливался в селе Золотаревка на реке Сура. Как встречал эрзианский народ, мордовский, войско этого хана Баты. То есть быт эрзианский, мордовский. О красоте мордовской земли и музыкальная программа «Нудей», «Дудка». На кинофестивале звучат 14 новых композиций. На этом мероприятии было задействовано очень большое количество площадок на территории всей Ульяновской области. Мне вот сегодня звонили мордва из разных районов области и благодарили. Мы не ожидали, что это найдет такой отклик у кинематографистов именно из регионов, которые были нашими гостями. И они выразили надежду, что такой кинофестиваль мы будем продолжать проводить и будем расширять его географию. Будем привлекать не только ближайшие регионы, это Татарстан, Чувашию, Мордовию, но и захватим все по Волжии. И сразу после прогноза погоды смотрите программу «Арт-студия». Сегодня в гостях у Александра Филатова с рассказом об искреннем творчестве певец Сергей Плюснин. На этом у меня все. Я благодарю вас за внимание. Далее по традиции информация о погоде. Приятного вечера. Берегите себя. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ближайшие сутки атмосферное давление будет слабо падать. Ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь. Ветер ночью неустойчивый, слабый. Днем юго-западный, слабый до умеренного. Температура воздуха ночью по области от 10 до 15 градусов тепла. В Ульяновске плюс 13, плюс 15. Завтра днем по области от 24 до 29 градусов со знаком «плюс». В Ульяновске плюс 27, плюс 29.